Я не знаю, это должна быть прежде всего женщина, которая... Я не называю девушкой, я в принципе говорю женщина. В широком понимании этого слова. Чтобы она мне понравилась, ну кто знает как это. Ну, в общем, какие-то качества характера тебя больше привлекают, нет? Внешние данные. Брюнетки-блондинки рыжие. Это... Высокие-худые. Ну, что касается физических, как бы, достоинств, мне нравятся разные абсолютно, мне нет такого... То есть, это о чем говорит? Это говорит о том, что прежде всего в девушке должна быть искра. Если она есть, все. Неважно, какой размер ноги, какой размер носа, груди, глаз. Важна искра, некая харизма, можно так сказать. Если она есть, то... То да. Вот и ответ. Вот он ответ! Надо записать! Я! Вопрос от Леры. Сцена, на которой ты хотел бы выступать. Сцена, на которой бы я хотел выступать. Есть, наверное, вот... Я часто читаю, там, о таких группах, как Doors, Pink Floyd, Rolling Stones. Они хотели бы... Вот у этих групп, у этого поколения, у них какое-то такое было стремление выступить в каком-то... Вот не помню, как он называется, этот холл, какой-то концертный холл в Нью-Йорке, самый важный. Вот. У них была такая мечта выступить там. У меня пока, может быть, нет такой мечты, цели, стремления выступить именно где-то. Важное для меня остается то, с кем я выступаю. Мне бы хотелось выступать, неважно на какой сцене, со своим театром, театром... Театр-19, в котором я работаю, в котором я живу, можно так сказать, с которыми я живу. Вот это важно. Важны люди, с которыми ты это делаешь. Вот. Наверное, так. Вопрос от той же Леры. Как ты относишься к популярности? Нравится ли тебе, когда тебя узнают на улицах, в поездах и так далее? Так. Нравится ли мне? Когда-то был похожий вопрос. Я, наверное, отвечу на него так же сейчас. В зависимости от настроения. Наверное, да. Если мне хочется, чтобы никто меня вообще не видел, то это мне мешает. Да. Ну, потому что, если бы я не ездил в общественном транспорте, общественным транспортом не пользовался, то, наверное, меня бы это вопрос не касался. Когда мне хочется быть, я бы был бы. Но, так как я пользуюсь общественным транспортом, этого не избежать. Иногда мне это мешает. Иногда... В зависимости от того, кто меня встречает и какие слова мне говорятся. Вот. Наверное, так. Иногда это ободряет. Иногда это... Это еще больше повергает в какую-то неизвестность. Наверное. По-разному. Лапка. Интересный миг. Какие твои самые любимые книги и направления в литературе? Так, сейчас я вспомню, что такое направление в литературе. Ну, фэнтези, любовные романы, детективы. Мне больше всего близки романы, романы, повести. Очень мне... Из последнего, что я прочел, это Франциско Фитцжеральд. По эту сторону рая. Вот, собственно, литература такого характера мне очень нравится. Очень нравится американская литература. Экранс Киммингуэй. Это из тех, которые, наверное, оказали на меня самое большое влияние. Самое часто читаемое мое произведение – это «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Я считаю, это идеальное руководство для творческого человека в постановки целей и достижений. Это... Ричард Бах. Вот. Ну, в принципе, русская классика, куда от нее денешься? Наверное, это то, что заставляет меня быть счастливым и гордым, что я знаю русский язык. Я могу в оригинале читать русскую классику. Это очень здорово. Это просто половина моего счастья. Поддерживаешь ли ты здоровый образ жизни? Твое отношение к курению и алкоголю? Спортом занимаешься? Да, я поддерживаю здоровый образ жизни. Никогда я не курил. То есть... Ну, в принципе, ну, был, конечно, какой-то случай, когда мы с Толиком Костяком курили в малине. Но это был такой, знаете, такой детский опыт у нас. И когда нас заметила мама, его мама, потом она сказала моей, и понятно, что она заметила дымок, а моей маме она рассказала, что там был пожар, то с нами случилось такое, что навсегда меня, как бы, меня отбило желание курить или вообще пробовать это. Сколько тебе тогда было? Мне было... Сейчас скажу, сколько. Это был где-то второй класс. То есть это было где-то девять или восемь-девять лет. Восемь, да? Восемь лет. Вот. Ну, спасибо мамам, на самом деле. Спасибо. Толик тоже долго не курил, потом курил, потом снова не курил. Ну, такое. А я не курил совсем, и слава богу. Что касается алкоголя, иногда я употребляю алкоголь. Какой любимый напиток алкогольный? Портвей. Массандерский портвей. Наверное, да. Да, это мой любимый напиток. Мне кажется, это лучший. Мне довелось попробовать многого. У меня много друзей-барменов. Поэтому попробовал я. Но самый любимый напиток – это портвейн, алушка. Вообще класс. А, занимаюсь спортом, да. Каким? Занимаюсь спортом. Ну, мой спорт – это отжимания, какие-то там прессы, велосипед. То есть, как только наступает время тепло, время называется тепло, я сразу же на велосипед, и все свои передвижения, которые возможны, я делаю на велосипеде, кроме как съездить в Крым, это на поезде. То есть, по городу на велосипеде свободно? Абсолютно. То есть, если... Это мой вообще крылатый дом. Вопрос от той же Леры. Что посоветуешь парням и девчонкам, которые мечтают стать звездами? Так. Хо-хо-хо. Так, этот вопрос у меня никогда еще не звучал. Я сейчас отмечу его. Что посоветуешь? Я... Первое, что я хотел бы сказать таким людям, это то, что обязательно присутствие, наличие цели. Это, мне кажется, самое важное после наличия таланта. Вот. Важно не строить иллюзии по поводу своего таланта. Если ты это чувствуешь по-настоящему. Вот по-настоящему. До мозга кости. Что ты настоящий. Ты по-настоящему талантливый. Это... Вы знаете, это ни с чем не спутать, честно. Вот это чувство ни с чем не спутать. Тогда да. Тогда ставь цель, что очень тяжело. По себе знаю, это очень тяжело. Поставить цель, наверное, легче идти к ней, чем поставить. Вот честно. Вот. Поэтому я считаю, что если ты первое определил для себя, что ты талантлив, поставь цель. Это вот самый важный такой совет, наверное. Хотя тяжело давать совет, потому что еще, собственно, что я там... Где я? Двигаться к цели, как ты считаешь, можно идти по трупам, так сказать? Или же сделать все возможное, чтобы достичь цели? Или же все-таки нужно быть как-то гуманным, скажем так? Я считаю, что можно идти по трупам, в зависимости от того, какую цель ты прислываешь. Если ты мечтаешь стать дьяволом шоу-бизнеса, ради Бога, убивай всех на своем пути. Если ты хочешь стать созидателем, если ты хочешь, чтобы твое творчество, твое, как бы, место в искусстве созидало, то это не о тебе однозначно. Идти по трупам. Какой тогда смысл твоего творчества? Творчество — это то, что созидает, раскрывает или сначала уничтожает, но потом воскрешает в новой силе, в новом цвете, новой красоте. Поэтому идти по трупам — это не обо мне точно, и не о тех, кто, собственно, занимается творчеством. С чем у тебя ассоциируется слово «детство»? Ва-а-а! Боже мой, какой... Аллах! Спасибо тебе за это! Это крутой вопрос! Это вообще... Это такой вопрос именно в точку. Я не знаю, почему. Вот именно сейчас. Детство? Ой, ребята! Детство у меня прежде всего ассоциируется с селом, в котором я вырос. Наверное, с местом, точнее. Вот с местом. Это место, вот село Семехатки, в котором я вырос, это там просто... это... какой-то... ну не знаю, это какой-то... Это храм моего детства. Вот, скажем так. Я его просто боготворю, это место. Не важно, как там сейчас, кто там живет, зачем. Важно, что это место есть, и каждый его сантиметр напоминает мне о том невероятном детстве, которое со мной случилось, и хвала Богу, если бы не оно. Знаете, Параджанов сказал такую фразу, что человек не может быть гениальным без детства. Вот я считаю, что у меня это детство было, я не говорю, что там гениальный, там, или еще что-то, но творческого, творческого человека, вот детство, это то, что, собственно, его определяет характер его творчества. Вот у меня это детство было, оно ассоциируется вот у меня с этим местом, в которое я иногда приезжаю, чтобы напитаться вот этой энергией, которая, собственно, возвращает меня к тому, к тому, к тому, не знаю, к тому мягкому какому-то мальчику с большими глазами, босому, черному, потому что рядом озеро Сиваш, залив Сиваш от Азовского моря, ну, наверное, так. И запах рыбы, во, запах рыбы. Вот это для меня детство. Это тема, о которой можно говорить все время. Детство. Очень здорово. Что ты ответишь на вопрос своих детей, когда они спросят, а откуда берутся дети? И что тебе говорили твои родители в этом случае? Интересно. Про детство. Странный вопрос. Знаете, есть такие гениальные ответы, но я их не знаю. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Меня, наверное, никогда, вот я, по-моему, спрашивал у мамы, я никогда не задавал этого вопроса, откуда берутся дети. Не потому, что я был недоразвитым каким-то, а просто я как-то сам это не знал. Ну, как-то так произошло, не знаю. Ну, как сам? От родителей, от друзей? Вот я не знаю, как это произошло. Как-то так получилось, что уже как бы когда пришел момент, когда все дети задают этот вопрос, меня он уже отпал. Ну, наверное, как-то так произошло. Я не знаю, как именно это было. вот. Ну, мама мне говорит, что я не задавал этого вопроса, может быть, она не помнит. Это другая.